Спасибо. Начинаем. Прекрасное число десять. Я представлюсь. Значит, в первую очередь я себя позиционирую как психолог. Моё образование психологическое, работаю я психологом. Частная практика у меня. Но примерно семь лет назад я попала в детскую мультстудию. Попала в качестве мамы. И мне интересно, что, может быть, кто-то из вас тоже. У вас был такой же путь прийти в анимацию и стать руководителем. И постепенно я так увлеклась. То есть сначала это был семейный мультфильм. И ни на что не рассчитывали. Просто делали семейную историю. Я только-только вникала. Было здорово. Две дочки работали. И вдруг получились призы. Получился артек. И какое-то удивление. Но потом дочка стала входить в подростковый возраст и перестала увлекаться анимацией. А я загорелась. И так постепенно-постепенно меня сначала позвали педагогом в одну мультстудию. А сейчас я вместе с коллегой, руководителем собственной мультстудии-экспериментариум в городе Саратове. И коллега, я тоже, надеюсь, сегодня подключится. И мы ведём занятия. У нас свой мультстанок, такой стационарный, с четырьмя слоями. Мы методом проб и ошибок, методом поиска информации в интернете, обмена с другими педагогами, в том числе сообщество «Мультижарка», возможно, да, кто-то там состоит, пишите, кивайте, учились. И сейчас у нас несколько групп. Кроме того, мы даже начали работать со взрослыми. Мы увидели, что есть интерес и у взрослых людей анимацией. Вот. И так плотно проникла анимация в мою жизнь, что, например, я вот уже третье лето езжу на фестиваль «Бессонница». Слышал ли кто-нибудь о нём? Тоже подавайте знаки в чате. Это анимационный фестиваль огромной современной анимации, которая проходит под открытым небом в палатках. И я там работаю волонтёром в шатре анимации, веду лекции как раз на стыке психологии и анимации. И я порой не знаю, на что я больше трачу времени и что меня больше вдушевляет в психологии или анимации. И поэтому тема такая, что она на стыке двух моих больших увлечений. И можно уже переходить к делу. Я гляжу, что в чате сейчас кто-то написал. Гляну одним глазком. Челябинск тоже пишут. Да, скажу про рукмоменты о том, что я знаю, что в Челябинске ещё позже. И я планирую час. Но вот если можно, потом перезайдите. И в 45 минут, боюсь, что не уложимся. Вот. Значит, с чего бы я хотела начать? Вот смотрите, какой слайд. Видно? На самом деле, я вижу, что многие мультификационные студии, в принципе, снимают, делают много мастер-классов. Или работают с ребятами. Или кто-то не в мультстудиях, но снимают. И особо не заморачиваются, так скажем. Я из тех, кто щепет сильно относится к анимации. Это не просто шевелёнка, что максимум ребятам, само освоить и ребятам дать информации о том, что такое, на мой взгляд, такая продвинутая, что ли, анимация. С законами, с принципами диснеевскими, с учётом всех факторов и сценарий, что был классный, и сама техника анимации, и музыка и озвучка. То есть я вот ношу щепетильно, и анимирование эмоций – это тоже одна из фишечек, которые мы с ребятами осваиваем. И я так понимаю, что вы перешли по ссылке из группы ВКонтакте «Волшебного фонаря», и там был мультфильм. Вернее, даже не мультфильм, а этюд, который мы как раз с ребятами делали по эмоциям. То есть мы с коллегой, если вам это интересно, стараемся создавать этюды за одно-два занятия, какую-то тему или какую-то мы осваиваем технику. И вот эмоции оказалось тоже целый мир. Сегодня я, вот тот ролик был полтора года, наверное, назад, и сегодня я уже намного дальше вместе с коллегой продвинулась. И я хочу вас спросить, вам оно надо? Вот столько заморочек. Зачем вообще персонажу эмоции? Очень часто можно детским голоском озвучить, и персонаж двигается, фоны меняются, всё красиво. И зачем вникать в детали, как сделать правдоподобную мимику, как сделать через движение, мы сегодня будем говорить, передачу эмоций. Возможно, кто-то обходился и может обходиться. И я вот хочу, чтобы вы или голосом, или в чате написали, вообще оправдано ли это, зачем заниматься вплотную изучением анимации эмоций. Что скажете? Вот, Ольга пишет, эмоции сделает мультик живым. Согласна. Есть ещё мнение. Здравствуйте, да, меня зовут Александра, я как раз из команды организаторов, и так как я отсматриваю все мультики, которые она присылает, я вижу, что даже если это очень простой мультик, который сделан совсем, ну, ребёнком, очень простой техники, если получается включить какие-то эмоциональные составляющие, вот именно не только голосовые, но и визуальные, или совместить вообще все эти вещи, то мультик становится живой, и он как бы цепляет не рационально, а вот через эмоции. И ты уже вовлекаешься даже в жизнь героев, даже если тебе казалось, что это не очень интересно, просто потому что твои эмоции тоже включены, и для тебя это живая история становится. Ну, то есть это основной способ сопереживания, любая эмоция, да, получается. И это самый лучший способ, как раз вот, когда она проявляется, не рационально, а именно через физику действия, да, вот какой-то процесс. Вот, немножко сумбурно. Спасибо, Александра. Да, спасибо. На самом деле, вот как будто бы вы читали мой текст, вы все, да, в первую очередь было написано у меня живой, потому что, да, мы можем с вами сделать марионеточку, например, да, или нарисовать, или в технике сыпучей сделать человечка, и он оживёт. И дети говорят вау, да, у многих, наверное, так и происходит, когда только приходят в анимацию, или когда что-то крутое делают уже ваши дети, кто давно ходят в студии. Но он движется, и анимация – это движение, в первую очередь, конечно, но он не живой, да. Мы просто не можем ему сопереживать, мы можем смотреть за его выкрутасами, да, вот мы делали, например, клоунов, когда именно движение марионеток, да, с коллегой осваивали вместе с детьми, но лицо не менялось, и тогда мы не включаемся. А наверняка многие из вас, сейчас немножко так, как психолог скажу, слышали о зеркальных нейронах, о том, что мы, когда видим чью-то эмоцию, то мы к ней волей-неволей присоединяемся бессознательно, да. И многие аниматоры, как раз вот на той же «Бессоннице» и на фестивалях я знакомилась с восхищением, да, с настоящими-настоящими крутыми аниматорами, и они говорят, что это самое ценное, когда зритель, ну, именно сопереживает, именно что-то испытывает по отношению к мультфильму. Даже если вам противно, это тоже эмоции, которые вызывает мультфильм, чем вы просто посмотрели и восхитились техникой, отметили про себя, как всё ладно сделано, но для детей тем более, да, вот это эмоциональное включение, сопереживание очень важно. Но тут скажу сразу, что мультфильмы бывают разные, да, и если, например, мультфильм серьёзный, да, в такой, допустим, рисованной технике, близкой к реальности, к документальной какой-то, да, анимадоки там, допустим, бывают, то эмоции будут близкие к человеческим, да. А диснеевские, когда принципы мы изучаем, мы там видим лутрирование, и тогда эмоции будут более ярко выражены. Это другой тип мультфильмов. А ещё я слушала Марию Терещенко, рекомендую вам, это тоже критик, в том числе эмоционный, и вот BFM сейчас идёт, да, большой фестиваль мультфильмов, она второй программный директор вместе с Диной Годер, и вот она в своей лекции говорила, что есть, допустим, диснеевские персонажи, они в них утрированные, да, допустим, большие глаза, но они близки к реальности всё равно. Есть мультфильмы типа Баксбани или, скажите, как Дятла зовут такой, Будди, да, помните? То есть это вот, вижу, Наталья написала, ребёнок себя показывает, и, снимая мультфильм, раскрывает свой мир, свои эмоции. Ага, да, вот, простите, что поздно прочитала, это тоже одна из сторон, для чего делать эмоции, когда автор свои эмоции проживает вместе с героем, да, и анимируя для него, он что-то больше понимает про свои, и это тоже зачем мультперсонажу эмоции со стороны именно автора. Вот, а я возвращаюсь к тому, что есть более реалистичные анимированные эмоции, есть совсем утрированные, когда глаза, вспомните, вот такие бывают, они прям просто из орбит вылетают, как шарики, челюсти отваливаются, и есть вообще мультфильмы 3D-шные или 2D, которые вообще фотореалистичные, да, и там это вообще близко очень к анимации, ну, вернее, к человеческому лицу, так скажем. Мы сегодня, это я к чему вас подвожу, что мы сегодня будем говорить не только об анимации человека, но и других персонажей. Вот тоже как-то дайте знать о том, чаще вы снимаете в студиях или планируете людей или животных, или вообще каких-то фантазийных существ, и считаете ли вы, что есть ли разница, и можем ли мы сегодня в одном занятии поговорить и про человеческие, и перенести их на животных, например. Что скажете? Анимируете? Дети, что охотней, кого охотней снимают в своих мультфильмах? Задумались все. Ага, пишут. Сейчас. Ага, Ольга пишет, что дети часто животных очеловечивают и снимают. Да, знаете, по-умному это называется антропоморфные существа, антропоморфные животные, и я думаю, что вы можете многое из того, что мы сегодня будем обсуждать, переносить и на мордочки. То есть я буду говорить лица, но на самом деле, пожалуйста, представляйте себе кого угодно. Вот, и да, опять немножко про психологию, так как я анонсировала, и не могу без этого. Видно ли слайды? Кивните, пожалуйста, вот Наталью я вижу. Видно слайды? Листаются, меняются? Прекрасно. Какие важные моменты я хотела бы рассказать? Сейчас, к счастью, всё больше людей интересуются психологией и правильно истолковывают, понимают. Но до сих пор многие считают, что здесь плохие и хорошие эмоции. И я прям не буду уходить в психологию, это у меня отдельная тема. Много всяких просветительских моментов я провожу по поводу эмоций. И очень часто все на эту ловушку хватаются. Я бы сейчас тоже с вами с удовольствием поболтала на эту тему, но тороплюсь, хочу побольше впихнуть. Так вот, если бы я сейчас сказала, напишите, пожалуйста, положительные и отрицательные эмоции, и вы бы написали. Правильно? Повелись бы на мою провокацию. А потом бы я сказала, а нет. Если по большому счёту нет положительных и отрицательных, все эмоции важны, все о чём-то нам сигналят. Есть отрицательные способы выражения. Например, злость. Многие называют отрицательные эмоции. Но позвольте, без злости мы не могли бы двигаться вперёд, мы не могли бы защищать свои границы. Например, и у меня, к несчастью, есть клиентки, которые не умеют злиться. И поэтому, например, годами живут с, как это модно говорить, абьюзерами, с какими-то мужьями-алкоголиками или что-то в этом роде. Или дети, которых булят, обижают в школе с агрессией, им сложно. А вот выражение нашей злости, то есть злость сама по себе неплохая, нехорошая. Она сигналит о том, что что-то нарушается. Но способ выражения можем выбирать разный. Конечно, бить сразу в морду – не лучший способ выражения злости. Но это способ выражения, а не сама эмоция. И мы часто вот здесь идём под обменом. Что важно нам знать как аниматорам? Что они всегда несут какое-то послание. То есть они всегда про что-то. Не бывает просто так возникшая грусть. Что-то такое произошло, и поэтому мы испытываем эмоцию. И наоборот, например, те люди, которые просто так испытывают эмоции без, казалось бы, видимых причин или даже невидимых причин, мы их считаем сумасшедшими, правда? Те, которые плачутся, смеются, что эти эмоции как бы не связаны ни с чем. И вот интересная задача – расшифровывать эти послания. Интересная и как у нас, у обычных людей, и интересно как у аниматоров, которые создают историю про персонажа, и хорошо бы разбираться, раз он попал в эту историю, ну, например, не знаю, потерял ключи, да, то что он может испытывать, наш персонаж, почему, какую эмоцию мы дальше будем анимировать. Вот, дальше, следующее, видите, пунктик, что требует выражения, что просто эмоция пришла, мы её не отреагировали, ну, например, было как-то неуместно, или нам запрещали, или запрещают эту эмоцию выражать. Ну, тут тоже грустить, например, что ты не должен никогда грустить, и так далее. И она никуда не зевается. Она вообще, эмоции так устроены, что она вот направлена на какое-то, в ней заложена какая-то энергия, и мы сегодня об этом тоже будем говорить. То есть требует выражения. Следующий момент, что все эмоции связаны с телом, и это наша близкая аниматором эмоция, да, что как раз через тело мы сегодня будем говорить и про мимику, ну, это тоже наше тело, да, лица, и про тело целиком, общий план, движение. И, да, эмоции выражаются чаще всего телом, ощущаются телом, а как психолог могу сказать, невыраженные эмоции уходят в тело, в психосоматику, да, невыраженная обида, говорят, что даже к раку приводит, а невыраженный гнев или печаль чаще всего основа депрессии, да, такой глубокой, которая уже лекарствами лечится. Вот, поэтому про тело тоже интересно. И еще эмоции развиваются. Видите, есть как бы график, и это тоже нам пригодится. Например, раздражение – это небольшая степень гнева. И потом растет, 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 и потом уже ярость. И на пике, например, человек уже не соображает, что он делает, уже разум отключается. Вот видите, там график, и есть пик, есть верх горы. Трудно мне со словами, я уже руками себе помогаю. И это самый пик эмоций. Но долго находиться в пике мы тоже не можем. И эмоция идет на спад. И нам в анимации тоже это надо показать. Но тут надо разбираться. И вообще целая, конечно, наука. И можем как-нибудь прям отдельно поразбираться в эмоциях, чтобы это перекладывать, если вы хотите прям глубоко погрузиться. Потому что эмоции разные. Например, гнев, он, да, он от раздражения легкого или просто сначала от дискомфорта. Растет, растет, там, допустим, до ярости. Или не доходит до ярости, да, снижается. А испуг, да, страх, он возникает почти мгновенно. Правильно? У него нет разгона. Да, мы открыли дверь, там тигр. Мы моментально оказались в той точке, где мозги практически не работают. И страх нами владеет. Или, например, есть такая эмоция, как обида. Она не очень легко, то есть на спад уходит. Она может по кругу ходить, по кругу. Такая спираль обиды. А, например, грусть, она, если горе, да, максимальная степень грусти – это горе. Она может ступенчато. Все знают про этапы горевания, торг, гнев, отрицание. И депрессия там, да. И они могут туда-сюда ходить. И как будто этот график такой зубчатый, да. А потом все равно проходит, если все хорошо, если не осложнено ничем. И, может быть, эта информация скучновата, но, мне кажется, вот как раз все четыре пункта связаны с, в том числе, с анимацией, с глубинным пониманием, как это устроено. Гляжу, что время очень движется. Я вам про послание конкретных эмоций. Я хотела про базовых, про базовые эмоции рассказать. Но, может быть, я перейду уже больше к анимации. И хочу спросить, есть ли у вас перед собой листочки и ручки, чтобы вы могли что-нибудь себе подчеркать или порисовать, да, писать. Было бы здорово. А по эмоциям напишите в чатике, какие вы считаете пять базовых эмоций. Что такое базовые, это которые есть у всех. У младенца и у старика. У первобытного человека и у современного. У любой расы, у любой национальности. Вот эти чувства, пять, есть у всех. Вот. Ну, хотя бы четыре. Опять-таки, вы сталкивались наверняка. Назовите или напишите. У кого микрофон, у кого чатик. А то я много говорю, а обещала с вами общаться. Удивление, радость, испуг, печаль. Гнев, радость, удовольствие, удивление, скука. Радость, гнев, печаль, страх, удивление. Хорошие версии. Здорово все почти одновременно пишут. Удовольствие. Я сказала бы, что это разновидность радости. А скука отдельная такая вещь. Но скуку, не знаю, могут ли младенцы испытывать скуку? Часто путаю эмоции и чувства, пишет Ольга. Чувства сложнее и дольше длятся. Эмоции – это прям то, что инстинктивно возникает. Радость, злость, печаль. Ольга пишет. Ольга – моя коллега. Я рада. Она заслана к казачок. Три написала. Да. Ну, не буду вас томить. Смотрите. Значит, радость, грусть, злость, страх. А вот пятую узнает тот, кто смотрел мультфильм «Головоломка». Напишите пятую. Новое сообщение. Презгливость. Презгливость или отвращение по-другому называют. Но я знаю как психолог, что ещё шестую включают удивление. Удивление – правда. Она именно эмоция базовая практически у всех. Да, вот «Гнев» написали. И у каждой есть расшифровка. И у меня вот тут на соседнем ноутбуке открыта табличка, хотя я уже наизусть знаю о том, какое послание идёт в каждой эмоции. Но я думаю, может быть, мы включим сейчас в дальнейшее обсуждение, что происходит. Повторите ещё раз, пожалуйста. Давайте ещё раз. Радость, грусть. Они как бы даже парные. Злость – это прям базово. Страх и брезгливость или отвращение. Ну, шестую можете себе удивление. Это вот та база, которая есть у всех. Всегда. Ольга, услышали? Надеюсь, что там. Вот. Попишите, если вдруг что-то. И мы переходим к лицевой анимации. Наши эмоции отражаются прежде всего на лице. И тоже напишите мне, пожалуйста, для этого и был придуман один из планов, одна из крупностей. Я думаю, что вы с детьми об этом говорите. В мультфильме старайтесь чередовать эти крупности. Для какой же, какая же крупность у нас как раз и призвана показать эмоции. Собственно, для этого и придумано. Какой план? Я не знаю, как вы называете у себя план или крупность. Крупный план, да. Да, Анна, да. Это крупный план. Я думаю, все закивали. Да, 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 да. Вот. И мы крупным планом показываем лицо. Значит, чтобы ваши ребята и вы могли анимировать лицо, нужны три вещи для практики. И вот они у меня на следующем слайде. Посмотрите, это референсы. Мы с Олей прям завели папочку, когда только начинали нашу мультстудию. И вкладывали туда распечатанные на листах А4. Вот видите, первая картинка, да, вот такие лица. Они есть разные, есть более мультяшные. Есть, например, у нас отдельно с девочкой, там чуть-чуть, но по-другому лицо. Поставьте плюсики, кто тоже использует такие вот референсы эмоций, у кого они там в папочке, не в папочке хранятся, и вы часто к ним прибегаете в своих мультстудиях. Просто можете плюсики, просто интересно, правда. Потому что мне кажется, это прям, ну, все так делают. А может быть, кто-то нет. Вот. То есть в интернете их много, и нужно смотреть, чтобы именно было побольше нюансов этих чувств. Да, лежу в чате, в чате плюсики появились. Включайте микрофоны, да, или прям вот говорите. Я не боюсь, если будет какой-то шум, я вас перекричу. Или попрошу выключить микрофон, если будет что-то фонить. Елена написала, что плюсик, да, используем. Вот. Ну, хорошо. Значит, второй момент – это вот наш мальчик, это наше зеркало в студии. И как раз вот тот ролик, который вы видели, прикреплен к анонсу моего сегодняшнего мастер-класса, это мы вот, это занятие готовимся. То есть я не доставала эти референсы. Я сказала, вот планшет, вот зеркало, идите пробуйте, и себя зарисовывайте. И дети в шоке. Нет, не получится. Но потом вошли в раж, да, толкались у зеркала. Я думаю, что надо завести ещё одно зеркало, такое не настенное. И это правда очень интересно, когда ты мышцами прочувствуешь, когда ты вот… Это не дурачится. Они, конечно, веселились, да, и мы вообще с Олей очень веселимся. И сейчас посмотрела на фотографию, и думаю, я не сказала один для меня важный момент, что у нас не просто мультфильм, у нас семейный мультпроект, то есть у нас родители ходят вместе с детьми. Вот. И с большим удовольствием, и наравне участвуют в занятии. И родители тоже смотрели в зеркало, и тоже рисовали свои эмоции, и представляете, что это было. Вот. Короче, я тут, когда готовила презентацию, думала включить даже фотографию диснеевских мастеров, они есть в интернете, и покажите ребятам, как они точно так же своих персонажей анимировали через взаимодействие с зеркалом. Ну и вот еще один пункт – это насмотренность. Вот тоже хочу вас спросить, рекомендуете ли вы ребятам смотреть какие-то конкретные мультфильмы? Вот, например, здесь «Головоломка», на мой взгляд, и «Психолога» он прекрасно сделан. У меня часто есть вопросы к мультфильмам и фильмам, как у психолога. Здесь прям вот все очень грамотно сделано. И как у аниматора, да, что выражены эмоции, и тут каждая эмоция, между прочим, испытывает весь спектр эмоций. Да? Вы видели, что там и радость плачет, и грусть радуется, и брезгливость злится. То есть тут вот смотри, смотри. И, конечно, я тоже душню, но в том плане я призываю всех устраивать и в мультстудиях показы. И если есть большой экран или проектор, это так здорово, да? Тоже можете поставить плюсики, кто уже это делает, потому что насмотренность, когда дети это видели, да, вот эти приемчики, они вспоминают, они могут их бессознательно уже отыгрывать своих персонажей. Вот. Кто, не знаю, поделитесь немножко в чате или голосом, как вам три способа, а, возможно, вы четвертый дополните. Или напишите, что мы все это делаем, все это понятно и вообще скучно. Да, вот дайте обратную связь, да? У нас прошло полчаса, вообще что-то полезное, интересное, пригождается. А то я волнуюсь. Так, ладно, значит, идем дальше. Смотрите, на следующем слайде у меня таблица, которая помогает тоже нам в мультстудии посмотреть все нюансы, уже нюансы, да, лицевой анимации. И у меня там семь пунктов. Напишите у себя на листочках или в чате, какие пункты... Александр пишет, очень интересно. Спасибо, ура! Все, не зря. Значит, какие пункты вы на что обратили бы внимание? Ну, например, скажу, глаза, да? Глаза. Еще что? Что у нас анимируется, что меняется в процессе смены эмоций? Прям пробуйте считать, кто сколько. Я вот брови, да-да-да, прям с этим знаком, здорово. Рот. Знаете, Анна, что скажу про рот? Что когда был ковид, было исследование, что люди стали менее эмоциональны, потому что, оказывается, нам кажется, глаза, зеркало, души, уши, если животные, здорово, пишите, пишите, щеки, кто-то пишет, плечи, что рот под маской был, и это людям мешало считывать эмоции. Оказывается, рот очень большую роль играет, да? И глазами, когда все маски носили, все сняли, слава богу, во всех регионах, да? Помните то страшное время? Вот, значит, вот Ольга у нас тут, ну, Ольга засланный, ага. Козачок пишет больше всего. Оля, не подсказывайте. Попробуйте кто-нибудь. Сколько? Пять сделали? А Оле даже тоже нету семь, да? Ну, давайте, я буду колоться. Следующий слайд. Итак, глаза. Вот можете прям табличку себе, не знаю, заскриншотить или перерисовать, переписать. Вот, может быть, вам пригодится. Смотрите, значит, у нас есть глаза, брови, рот. Вот я написала волосы, щеки, другое, наверное, уши. Вот, да, кто это писал? Овал лица, он меняется. Вот, да, это если прям придираться, если прям все-все анимировать. Цвет лица и, да, плечи. Вот, опять-таки, мы с Олей делали, еще когда Оля была мамой, а я была педагогом, я делала свой первый этюдик. Вот я хотела сказать о том, что, о плечах, о том, что мы первый раз, когда делали анимацию эмоций, этюд, мы делали, те, кто не видели ролик, сейчас продолжаем. Мы открыли для себя такой способ, чтобы на пластилине все-таки эффектней и интересней анимировать эмоции. И мы брали скульптурный пластилин телесного цвета. И первый раз мы сделали без плечей. И это была большая ошибка, потому что крупный план все-таки предполагает плечи. И плечи тоже многое совершают, да, добавляют эмоциональности персонажу. И вот давайте я устрою такой интерактивчик. Кто смелый, кто может взять любую из эмоций и пройтись по таблице. И прям сказать. Ну, например, там глаза расширены, да, брови опущены или подняты, да, рот такой-то. То есть поняли, как по таблице? Попробуйте, поэкспериментируйте прям вместе с нами. Оценки ставить не будем. Мы все, мне кажется, на равных. Я думаю, что очень многие гораздо дольше в анимации, да. Кто готов сейчас голосом пройтись по таблице? Меня слышно? Все хорошо? Никто не готов? Вас слышно. Но я, пожалуй, оставлю эту возможность для неорганизаторов. Ага. Да. Друзья, ну попробуйте. Вы пришли на мастер-класс. Чему-то поучиться. Мне кажется, это вот учеба через дело, да, вот такое. Прям попробовать. Потому что я могу сказать, что все есть в интернете, да. Прямо где описывается, что брови туда-то, прям вот забейте анимирование эмоций, там будет перечислено. Или опять-таки вы можете смотреть на референс или на себя и все это учитывать. Но хочется пробовать самим. Заполнить тогда дома, да. Мы сейчас можем, ну, ускориться и дальше продолжать. Вот интересный момент. Я могу сейчас какие-то лайфхаки сказать, на которых мы обожглись с коллегой. Например, что в радости очень нужны щечки. Вот они действительно, сделайте их. Я в конце вам скину, вернее, покажу QR-код нашей группы Экспериментариума. Очень буду рада, если вы к нам присоединитесь к нашей группе. И там вы увидите, что мы делали какие-то ролики. Например, мы делали ролик с детками Короткий Новогодний, и там был Дед Мороз. И мы, добавив щечки, вот очень ярко показали его эмоцию радости. И у этого же Дед Мороза мы подменяли плечи. Я надеюсь, что все понимают, что такое подменки. Если нет, напишите в чат, пожалуйста. Вот, и плечи подменяли. Они во время радости расширяются. Значит, кто-то у нас рискнул в чате. Спасибо вам огромное. Вы смелые и классные. Ага, Ольга пишет. Радость. Глаза сужаются. И еще как сужаются? Сужаются, вот согласитесь, такими... Как это назвать, друзья? Подскажите мне голосом. Дугами. С чем? Дугами. Дугами, да-да-да. Потому что в злости тоже могут глаза сужаться, но они прищуриваются. Но глаза сужаются, брови раздвигаются к ушам. Представляете, эту картину я начинаю уже ржать. Рот растягивается. Щеки поднимаются. Овал расширяется. Лицо розовеет. Плечи поднимаются. Вот такой механизм. Я вам хочу сказать... Вот пересмотрите, опять-таки, тот этюдик. Мы овал лица у одной из девочки-персонажа просто из такого переложили поперек. Это было немножко дёрганно, потому что по-хорошему должно быть несколько фаз между ними. Но, тем не менее, то есть вот лицо вот такое разъехалось. Мы просто поменяли его. Понятно я рассказываю, да? Поперёк положили. Поэтому, да, пробуйте, добавляйте эмоции, добавляйте... То есть мне бы хотелось, чтобы у вас эта табличка, если вы хотите так заморочиться, продлевалась тут длиннее и сюда длиннее по эмоциям. И какие-то нюансы появлялись. То есть есть светлая грусть, да, есть горе, прям горе. И это разное будет, да? И там, где другое, например, появятся слёзы, если это прям горе. Гнев и раздражение – это разные вещи, да? Поэтому вот эта табличка может расширяться и расширяться. И, как кто-то говорил, что и дети учатся лучше себя понимать. Понимать, что это мы не только про эмоционных персонажей говорим, как бы у них так анимировать, а что это и со мной происходит, и с другими людьми, и, мне кажется, мультипликаторы более даже чувствительны к эмоциям других, они их видят, они нюансы замечают, потому что они много с этим сталкивались. Вот. И ещё вот здесь один пункт, вы знаете, моргание. Вообще через моргание мы можем менять эмоции. И чистота моргания, например, тоже может говорить об эмоциях. Например, если вот сейчас попробуйте прям сами часто-часто поморгать. То есть это какая может быть эмоция, когда мы чаще моргаем? Напишите, пожалуйста, в чате или скажите голосом. Это может быть удивление, как от яркого света, например. Как будто я себе уверена, что я хочу проморгаться. Да, вот это правда я то, что вижу? Ещё что, Александра? А если медленно моргать, то это может быть, например, да, сдерживаемые слёзы такие, что ты пытаешься их не выпустить. Это какая-то грусть или какая-то боль такая сдерживаемая. Да, Александра, то есть не отключайте. Вот скажите, как вам идея поговорить с детьми или самой использовать ещё и такой нюанс, как моргание, как усиление экспрессии, да, выражение эмоций? Что скажете, как вам? Или вы об этом, ну, уже использовали, например? Александра? Наверное, лучше Саша ответит, он у нас мультики снимает, я помогаю обычно. Ладно. Опять организаторы влезают. Понятно, понятно. Но вот для меня, например, это вот не на первом году своей деятельности в анимации, понимание, что моргание тоже интересный инструмент, да, и вот такой микросигнал, который может более натуралистично показать, да, когда мы совсем не моргаем, мы, это шок, да, это оцепенение такое. Вот, поэтому тут добавлять и добавлять. Очень интересные моменты. Вот. Смотрим дальше. Какой у меня слайдик. А, вот, смотрите, тут прям картинка. Не моя, из интернета взятая. Но, вот, мы это всё сделали по табличке, например. Но добавьте мультяшности, добавьте асимметрии. Как вам этот код? Да. Ой, что-то пишет в чат, а я не успеваю, простите, туда-сюда. А, про моргание написали слёзы, удивление. Да, да, созвучно. Вот, про то, что, вот как вам? Посмотрите, как утрируется, да, как изменяется. Тут и так вытянуты. Вот, обратите внимание, последнее, да, такое удивление, наверное, у кота. Вытянуты овал лица, вот о чём мы говорили. Вот. А тут ещё более вытянуты. Прямо утрировано-утрировано. И уши вытянуты. Вот. Поэтому, как такой лайфхак тоже, усиляйте и добавляйте асимметрии. Мне очень нравится второй сверху. С челюстью в бок. Правда? Уже как-то вот живенько. Ммм, по-мультяжному интересно выглядит. Правда? Вот такая эмоция. Детей поощряйте. А у детей, кстати, это часто непроизвольно. Вот эта асимметрия добавляется из-за того, что они несовершенные художники. И поэтому у них очень эмоциональные и классные работы. Вот. И поэтому мне очень нравится детская анимация. Здорово. Ладно. Значит, переходим к... Прям экспресс-вариант. Тороплюсь. Много хочется. Простите. Передача чувств через движение. Смотрите. Тут уже написано общий план. Мы не можем всегда на крупном плане. Иногда лицо настолько минималистично, что там нет бровей, ушей и вообще только две точки. Видели такую анимацию? Да? Согласитесь. Или вообще какой-то, не знаю, такой странный какой-то персонаж, у которого нетипичное лицо, и мы не можем взять эту таблицу и применить. Но тогда мы можем показать общий план целиком тела. И сейчас у меня тоже к вам задание интересное. Пожалуйста, пишите, как можно через движение показать. Ну, давайте какую-то эмоцию возьмём. Одну. Например. Ну, вот, например, я вам подскажу, что радость мы показываем, как человек или животное антропоморфное подскочило до потолка. Радость, она всегда вверх. Она вытягивает. Да? Что ещё может произойти? И смотрите, вот я, когда готовилась к лекции, изобрела, как бы, что две вот такие фишки. Когда персонаж один, а порой легче, когда во взаимодействии. Вот. И сейчас тоже напишите или скажите. И вот если, например, ваш персонаж – это человек и щенок, то что он делает? Радость, поднятые вверх руки. Да, 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 да. Она вот как раз про это и говорит. Ну, ещё более выразительно. Вот сделайте прям ещё более выразительно. Что делает радостный человек с щенком? Скажите. Друзья, включайте. Радостный человек с щенком, наверное, может бежать от счастья. Бежит. И тот бежит рядом. И уши... Да. Ещё что можно сделать? Щенок может хвостом вилять. Щенок виляет хвостом. То есть как будто бы щенок радуется, значит и хозяин радуется. Да. А вот прям во взаимодействии. Можно обнимать, тискать, подбрасывать, целовать, чесать за ухом, гладить, играть с ним, бегая кругами. Наверное, можно ещё придумать много вариантов. Да, 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 да. Давайте задаем детям. Да, здорово. Александр, видите, прям куча мыслей, да. Я вспомнила малыша и Карлсона, как там малыш зажал этого щенка и кружился с ним, мне кажется, по комнате, когда ему подарили. Вот поняли, о чём я говорю? Что можно выразить через движение. И вот здесь, как психолог, я тоже могу сказать, что есть градация вот этих базовых чувств, которые к объекту и от объекта. Смотрите, радость – это к объекту. В радости мы кидаемся обниматься. В радости мы этот предмет, который мы там долго ждали, хватаем, целуем, кружимся с ним, да, к объекту. И вторая эмоция, угадайте, какая – к объекту. Пока чат посчитаем. Щенка вверх поднимает. Злость, видимо. Злость. И злость к объекту. То есть мы тогда можем это использовать, да, когда прям буквально кто-то разнимает и держит второго, да. Или к объекту как можно ещё злость. То есть к лицу приблизился и кричит в лицо так. Я там, я не знаю. А если один, смотрите, а если один, то как злость можно выразить через движение, через какую-то экспрессию? Что делает злой человек? Разозлившийся, в ярости. Писёт кулаками, специфическое выражение лица, оскаленные зубы. Это лицо. Мы сейчас прям общий план. А, только движение. Со спины, да. А почему бы и нет, да? Напряжённые мускулы. Тоже прыжки. Только большей амплитудой. И что-то набрасывается кулаками, руки сжимает, широкая поза, то есть как-то расставляет ноги, да, или как-то вот куда-то. Смотрите, можно хлопнуть дверью. Как вам кажется? Верно, можно взаимодействовать с многими предметами нашей спины. Да, да. То есть вот используйте это или в дополнение к мимической, да, вот к мимике, или вместо мимики. Но вот, мне кажется, и для детей, для развития вообще восприятия, опять-таки вспомнить свои моменты, когда ты злился, вспомнить других людей в злости. Это вот два в одном. Вы представляете, анимация настолько классная, что можно эмоциональный интеллект развивать на занятиях по мультипликации, вот в лёгкую, то есть как обязательное такое действие. Вот, поэтому, вот со страхом, да, а, я, простите, скачу, что вот две эмоции, которые к объекту, печаль от объекта, и тогда что может сделать персонаж? Один или со щенком? Вот, ну, как игровое, напишите, скажите. Ага, пишут размашенные движения, разбить посуду, это про гнев. А вот про печаль, да, печаль, это эмоция. И я вот сразу вам тоже обещала расшифровку, печаль – это всегда потеря чего-то ценного. Мы грустим, когда мы теряем вещь, ребёнок плачет, да, человека, и тогда это наше горевание. Мы грустим, что уходит лето, потеря лето счастливого, да, мы грустим, когда уходит детство, не знаю, это на последнем звонке, или когда молодость уходит. То есть это всегда потеря ценного. И она направлена на завершение процесса. Человеку надо побыть одному. Нужно как-то завершить, переварить, немного отстраниться, немного… Это как печаль, переход к чему-то новому, как неудивительно, да. И поэтому вот эта подсказка психологическая, например, мне даёт идеи, как можно через движение выразить. И, надеюсь, и вам это становится понятней. Закрывается, как будто сжимается, да, человек опустить голову, опустить плечи, схватиться руками за голову. Пробуйте ещё более утрированно. Через какое-то… Вспомните, когда вам грустно, что, например, у вас с едой происходит, что с аппетитом меняется. Что можно сделать? Показать, как через жизнь, через действие персонажа, что он грустит. Говорите голосом, друзья, не бойтесь. Ладно, уж видео нету. Я вот тут вижу красивую картиночку у Александра, цветочек розовенький, и у Александры девочка очень красивая. А остальной народ вообще чёрные квадратики. Ну, хоть голосом со мной поговорите. Когда человек грустит, можно это показать через, понятно, опущенные плечи, грустную походку, грустную голову. С едой то, что вы говорили, что нет аппетита, что он там смотрит на еду, но мы как бы такое движение, что неинтересно. Дети, например, часто же отказываются от еды, когда им не нравится ситуация. Отплачиваются от протянутой конфетки, разодвигают тарелку. Тарелку, да. Просто опущенные плечи и походка, это понятно. Мне хочется вас разбудить, да, вот какие-то ещё такие... Вдыхать можно так грустно и сильно, вот это как... Помните, такой «Ох и ах» был очень характерный мультик, такой очень хорошо эмоциональный. Вот именно, да, да, вот я хотела проэкспрессию, когда, а можно, да, вот и здесь прямо уже поговорить, что дыхание – это тоже один из моментов, которым можно передавать эмоции, правда? Частое дыхание в злости, да, или в страхе. Такое вот, наоборот, глубокое и редкое, как вы говорите, при грусти. Так, я закрыла нечаянно наши портретики, но, я думаю, не страшно, зато я вот могу этот чатик видеть. Ай, 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 нет, чатик у меня, во весь экран стал. Так, значит, примерно понятно, да, попробуйте прямо с детьми поиграть идеи по всем эмоциям, ну, по крайней мере, по базовым, по четырём, по пяти, и во взаимодействии. Например, слушайте, мне очень понравилось, я недавно дочке показывала младший польский сериал про Фика. Напишите, пожалуйста, Эль Плюсик, кто знает, это такая собака огромная, был мультфильм в моём детстве, и он очень минималистичный и выразительный. Меня слышно, видно, что-то у меня пропали люди. Да, вас слышно и видно, мультик нет, не смотрел. Посмотрите, как это называется, какой-то гигантский пёс-фик, по-моему, так и называется. И там от страха, увидев эту огромную собаку, почтальон запрыгнул на ручки к папе. Как вам эта идея? Вот так выразить страх. Главное, папа, чтобы выдержал вес почтальона. Ну, очень выразительно, согласитесь, ничего не надо, да, даже лицом показывать, просто мгновенный такой прыжок. И это её мистический такой момент, который ценится в мультфильмах часто, и, ну, выразительно. Итак, идём дальше. У меня была заявлена тема, благодаря чему, вернее, подтемка, можно усилить экспрессию мультфильма. И я думаю, что это хороший повод вообще с детьми поговорить про экспрессию. И вот здесь есть определение, что это яркое проявление чувств, переживаний, повышенная выразительность произведения искусства. Именно, произведение искусства, анимацию, безусловно, я считаю, искусством одно из лучших вообще искусств. В общем, я адепт анимации. И вот экспрессия, это можно и детям говорить, как мы усилим экспрессию, как мы вот общее восприятие повысим, да. Благодаря чему? Давайте я накидаю свои идеи. Узнаёте ли вы рядом картинку? Кто смотрел? Пишите, пожалуйста. О, только пишет Том и Джейр, очень много эмоций тоже. Да, да, да. Классика, да. Вот картинку, видите? Голосом кто-то знает, друзья? Мультфильм. В котором как раз экспрессия передаётся вот необыкновенными способами, о которых мы будем позже говорить. Он очень чувственный для меня мультфильм, который можно и детям, и взрослым показывать. Не буду вас томить. Это «Удивительная история Мароны». Это полнометражный мультфильм. Режиссёр Анка Дамиан. Я его открыла когда-то благодаря БФМ, не знаю, мне кажется, уже года три назад. И люблю его нежно. И на всяких лекциях по психологии даже, да, куски какие-то включаю. Или вот про эмоции в анимации, на примерах мультфильмов я тоже вот о нём говорила. Посмотрите вместе с детьми, очень рекомендую. Значит, про экспрессию. Один из моментов, как можно проявлять, это метафора. То есть опять продолжаем с нашими четырьмя эмоциями. Как можно показать эмоции через такой фантазийный, через образ? Вот как говорят, человек настолько счастлив, как будто бы он… Напишите, что это или скажите. Как будто бы он что? Живые люди есть? Скажите, голосом всякие… Живые люди есть. Ответы не знаю. Ну, аж весь… Что делаешь? Пишет Ольга, светится. Светится. Летит. Да, да, летит. Или так грустно, что аж мир весь вокруг что? Темнеет, грустнеет, плачет дождём. Потух, да, плачет дождём. А если, например, гнев? Какая может быть ещё метафора? То есть мы же в мультфильме можем прям образами показать, в отличие от фильма. Вот прям взять и дорисовать вокруг, не знаю, головы или вообще по всему полю, что бы вы дорисовали у человека злящегося? Молнии, 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 а Ольга что-то ещё, да? Ольга, по-моему… Гнев, пожар, что всё, слушайте, шикарно. Я вот, например, проводила как раз на Бессоннице про эмоции, и я показывала гнев француженке Аньес Патрон, очень крутой взрослый мультфильм, правда, взрослый его, наверное, с детьми, но только с подростками смотреть. И там как раз всё в огне было, как раз гнев вот через огонь, через пожар передавался. Вот. А страх, например, это может прям земля дрожать, правда? То есть не только человек, можно показать, как всё дрожит. Можно на зданиях нарисовать вот эти вот, ну скажите, как это назвать, волны, да, такого дрожания. Как вам идеи показывать эмоции не только лицом, а искры пишут? Угу, да. Как вам идеи? Напишите. Навали эта идея, нравится ли вам она, показывать эмоции через метафоры, через образы дополнительные. Я считаю, что здорово, потому что на той анимации, что мы можем это использовать. Вот здесь картиночка. Я для себя открыла молодую-молодую девушку, которая только учится на аниматора. Ну, по-моему, она талантливейший художник. И у неё псевдоним Анима Цива. Я на её телеграм-канал подписана. Она зовут Аня Мальцева. И вот она рисует такие картинки классные. Например, вот это грусть. Это такая подавленность. Видите, человек как будто бы падает, ложится, не знаю, на коврик или в ямку, в мочилку. Ну, вот интересный образ, да. Не просто он идёт с потухшими, там, с опущенными плечами, как вы говорили, или тучка. Это, с одной стороны, образ, с другой стороны, шаблон. Простите, что я так это критикую и душню. Но вот могут быть нестандартные какие-то образы, вместе с тем понятные и отображающие. Я гляжу, что мы выходим за время. Напишите или кивните, кто готов, вот ещё прям 10 минут, 7 минут. Да? Продолжим? Спасибо. Спасибо, Александр. Готов. Оля моя написала, что как цветом дополнять эмоции героев. Радость вокруг всё яркая, грусть всё серая. Да-да-да. Вот как раз через метафору, через образ, что вот всё расцвело, или наоборот, в цвета ушли. Да-да, согласны люди, здорово. Тогда идём дальше. То есть вот по образам тоже себе прям сделайте табличку. И дома, или с детьми напишите несколько идей. Причём, чем больше, тем они будут менее шаблонными, да. Как можно через образы, через мультяшные такие нереалистичные моменты показать. Вот у меня по три написано, но я думаю, что вот попробуйте побольше ещё. Вот. И, собственно, о чём сказала Ольга? О цвете я вот всё в одну кучу собрала. Что ещё может усилить экспрессию? Я хотела бы, чтобы вы выдали, но вот немножко тороплюсь. Окружение – это фон, да. Вообще даже то, что вокруг происходит, природное явление, жизнь города, да, могут усиливать чувства персонажа, быть созвучны ему. Или, смотрите, может быть, контраст. И это очень интересно. Например, человек вообще там в дикой грусти, например, да, а вокруг всё цветёт, птички поют и парочки обнимаются. Например. И это на контрасте придаёт ещё больше эмоциональности этой картинки. Как вам идея про контраст? Что он не просто печальный человек, а вокруг тоже тучки. Можно с этим поиграть. Вот. Дальше примерно сюда же про цвет и свет. Да, даже цвет одежды может измениться. Не знаю, там волос может измениться. Правда, вот анимация – это фантастика. Это такой простор для воображения, для самовыражения. Поэтому тут цветом можно поиграть очень интересно. Мы там говорили про цвет лица, что оно прям там розовеет, когда мы радуемся, или бледнеет, когда мы в страхе. Но можно же прям сделать цвет даже того же лица, что оно полностью стало красным. У нас вот, если вы смотрели наш ролик, обратите внимание, сам ребёнок, Савва у нас предложил, чтобы глаза наполнились красным. После моргания стали красными у злого человека. Но можно вообще всю фигуру, например, покрасить, или цвет вокруг появляется. И свет, соответственно, тускло или ярко, или какой-то мы можем луч на что-то высветить. Опять-таки на ту собаку, которая лежит, скулит, а хозяин не реагирует. Мы можем, вы знаете, силуэт человека, а луч света на собаку, казалось бы, не на главного персонажа. И мы понимаем, какие эмоции, и усиливают эти эмоции. Музыка, звуки, голос, голос закадровый и голос самого персонажа. Вроде бы банальные вещи, но я надеюсь, вам полезно, что мы, я как-то это попыталась собрать. То есть это вот мой такой труд, меня будоражило. Спасибо ещё раз организаторам, что я, заявившись об эмоции, думаю, ну, я как психолог смогу рассказать. Вот ролики мы с ребятами этюды снимаем. А меня понесло дальше, и мне захотелось это систематизировать и включить всё больше нюансов. Вот. И ритм. То есть ритм – это, ну, например, сейчас подумаю. Ну, тот же страх – это замедление. Как психолог, помните, я обещала расшифровку страх – это угроза безопасности. Любой безопасности. Страх публики – это безопасность, как бы, личностная, да, что меня обсмеют. Ну, там, нападающий тигр – это безопасность, реальная угроза жизни. Там, не знаю, таракан – это угроза безопасности, что он заразу какую-то принесёт. То есть вообще это всегда угроза той или иной степени безопасности. И эмоция направлена на сохранение. То есть мы как бы замираем, я сохраняю то, что было. Я не иду к зубному из-за страха, сохраняю старое, да, привычное. Я не прикасаюсь там, да, к таракану и так далее. То есть и в связи с этим я про ритм начала. Сейчас попробую продолжить. Что здесь часто страх, вернее, две реакции страха, да, тоже вы, наверное, знаете, там, «бей, беги, замри». То есть страх – это либо убежать и спрятаться, либо замереть, да. И ты замираешь в страхе, и ритм, то есть и город замер, понимаете. И если мультфильм до этого шёл в каком-то ритме таком быстром достаточно, то в страхе ритм меняется. И наоборот, если был размерен, и, допустим, грустил человек, и сменилась эмоция на радость, то в радости много энергии, и вот это вот подпрыгивание и кружение с собакой сюда вокруг оси, и ритм мультфильма меняется, да, то есть планы крупности, может быть, быстрее меняются. До этого всё было на одном плане и так далее. Вот. Понятно про ритм. Мне самой это сложно даётся, но хочется двигаться дальше, чтобы не просто мордашку анимировать, не просто включать ещё в окружении какие-то метафоры, а дойти когда-нибудь до того, чтобы я могла и мы с ребятами передавать эмоции через ритм мультфильма. Вот. Как вам такая идея? Вот. И тоже усилить экспрессию – это ракурс. Разговаривайте ли вы, и с детьми, поставьте плюсик, и сами задумывайтесь не просто о планах, а о ракурсах. Что такое ракурс? Это съёмка с определённой точки. Вот, например, посмотрите на вот эту кошечку пластилиновую. Я похвастаюсь о том, что это мультфильм, который мы делали в этом году с тремя девочками. И опять-таки, получилось Артек, получилось взять представительские симпатии на «Полярной сове». И, ну, хороший мультфильм получился. Долго мы его делали. И вот сами девочки предложили, что вот этот момент, когда кошка… Ей очень нужно как бы достучаться до человека. Она у нас волшебная, но не разговаривающая. И вот показать, что она снизу смотрит, да, и мультяшный приём, что вот от неё… Вот это анимируется, когда… Я просто видео не умею вставлять. Что от неё идут такие как бы лучики, и она глаза закрылась, сосредоточилась. Вот этот ракурс снизу, он как бы усиливает эту картинку, он придаёт больше экспрессии, чем если бы она просто сидела рядом, или мы просто её как-то там показали. И вот на нескольких слоях мы показывали вот эту глубину, что это вид сверху. На самом нижнем у нас лежали кроссовки, если это понятно, нашего героя, главного молодого человека. И потом лапки ещё даже под ерусамы делали на всяких баночках, чтобы она у нас такая была объёмная, и чтобы это было понятно, что вид сверху. Ну, вроде как отзывы, что это получилось. А вот классика, видите, там, может быть, плохо вам видно, это суперсемейка, да, герой такой вот, это вид снизу, наоборот, да, и герой становится ещё большим каким-то героем, видно, что он куда-то сейчас прыгнет. А вот эта картинка, это как раз вот тот же анимальцевый набросок про грусть. Видите, какой интересный ракурс вообще, что это вот человек так склонил или обхватил коленки, или склонил голову. Как вам идея, что ракурс тоже может усиливать экспрессию? Вот. Я не всё успела, но надо заканчивать. Важный момент в конце, такой парадоксальный. Несмотря на то, что я сегодня постаралась вам рассказать и про психологическое содержание эмоций, я немножко обозначила, да, вот про гнев, наверное, не рассказала. Там эмоции направлены на изменения, поэтому она как раз к объекту. И гнев сложные эмоции, там много есть вариантов, и нужно разбираться, и можно смотреть по вашему персонажу. Но, в общем, я постаралась и психологическую, маленькую, подноготную эмоции дать, и как мимически их оживить, и как за счёт окружения и разных образов, музыки, цвета свету, ракурсов усилить, и во взаимодействии, на общих планах, через движение, через взаимодействие. Но при этом хочу сказать, друзья, остановитесь. Когда перебор, это тоже плохо. Если мы, ага, вот про котов, вот делимся ракурсом с кошкой, да. А знаете, как Ольга, да, Ольга Патрицкая, можете ракурс снизу попробовать, тоже прикольно, если у вас кот на дереве, и вот именно, например, показать, как снизу смотрит кто-то на этого кота вашего. Вообще, кошки, конечно, тема. Здорово. Вот. И я к тому, что можно перегрузить. Если вы сделаете масло масляное, то это плохо. Многие, допустим, аниматоры, с кем я тоже разговаривала, говорят, что совсем плохой тон, когда вы, например, стихотворное, ну, стихотворение анимируете, и у вас идёт дублирование того, что говорится в стихотворении, то же самое на экране. То же самое я призываю и с эмоциями, если вы показываете крупный план, и ещё потом это же показали там на общем плане, и ещё и музыка грустная, и ещё и метафора какая-то, да, там тучка выглянула, ну, как будто бы мы не уважаем зрителей и думаем, что до него не доходит, да. То есть, ну, например, и это к тому, что я, например, когда-то по юности скраббукингом увлекалась, и мне хотелось в свою открытку прикрепить всё. У меня же есть ленточка, у меня же есть и, скажите мне, штампик, у меня есть и вырубка какая-то, и получался, ну, дикий перегруз, просто какая-то новогодняя ёлка абсолютно безвкусная. Поэтому останавливайтесь вовремя, возьмите несколько, да, моментов и что-то из того, что было рассказано. Ну и завершить я хочу тем, что, друзья, мы с вами счастливые люди, что мы можем не только смотреть анимацию и смотреть именно таким взглядом, понимающим, шире как-то, вообще знать, где смотреть хорошую анимацию. Опять-таки напомню про BFM, который будет онлайн с 20-го. Не знаю, я очень радуюсь, что есть такие возможности. И что мы можем снимать, и наши дети тоже могут и смотреть, и снимать. И просмотр, и создание мультфильмов, я говорила об этом уже, но как бы загреблю эту мысль, очень прокачивает эмоциональный интеллект. Такой эмоциональный интеллект – это умение собственные чувства понимать и чувства других понимать. И также умение выражать и регулировать собственные чувства, а также даже управлять чувствами других людей, но в хорошем смысле не манипулировать, а помогать им с их чувствами быть. Это вот четыре составляющие эмоционального интеллекта, и, можно сказать, база его закладывается, когда мы создаем мультфильмы. Вот так вот, ненароком. Поэтому я, как психолог, жутко радуюсь, как аниматор жутко радуюсь, когда есть возможность снять эмоциональный мультфильм, анализируйте с детьми мультфильмы, смотрите, пересмотрите «Головоломку», посмотрите в «Мароне», как классно сделана именно анимация. И последний слайд – это, собственно, про нас. Вот у нас такая команда, это я и Оля, и у нас вот два проекта. И я видела, что в рекламке дали ссылку на мой ВК, я его практически не веду, и он у меня такой обо всем. А вот экспериментариум, если вы перейдете по ссылке, у нас в ВК группа, где мы как раз рассказываем, делимся, что мы делаем в студии. Там наши ролики и фотографии ребят, и какие-то идеи. И недавно вот мы создали как бы взрослую ветвь, у нас тут экспериментариум, то, что мы любим экспериментировать, и на экспериментах учимся. В том числе эмоции анимироваться. И со взрослыми мы хотим, чтобы это было такое пространство лаборатории. Поэтому не сочтите за рекламу, это искреннее просто желание дружить между мультстудиями, глубже друг с другом меняться. Например, мне было бы интересно, если бы вы написали, как из этого мастер-класса, что вам откликнулось, что, может быть, вы уже использовали, какие идеи предлагали ваши дети. И они гениальные, мне кажется, могут быть по поводу всяких метафор, движений, выражений. Вот, я закончила. Если есть вопросы, если организаторы не против, а вот написано меньше минуты, да, то я могу какие-то последние вопросики в чате или голосом ответить. Светлана, спасибо вам огромное, это было великолепно. Пожалуйста, продублируйте, либо напишите в чат кинофестиваля, группы, ту самую ссылку, ту правильную. Для того, чтобы мы могли поставить ее...